В форуме приняли участие сотрудники управляющей компании города, представители советов многоквартирных домов. В первую очередь перед присутствующими выступил руководитель управляющей компании «Эленком» Александр Матюшин. В своем отчете он рассказал о проделанной работе в 2017 году. Это комплексное благоустройство, капитальный ремонт кровели подъездов, уборка города, замена трубопроводов, проведение субботников, дни открытых дверей, подготовка и украшение города к новогодним праздникам. Обозначил он и проблемные моменты, среди которых большая задолженность по оплате коммунальных услуг и вандализм. Конечно, есть трудности, большая задолженность жителей перед управляющей компанией. Задолженность порядка 180 миллионов рублей – это огромнейшая сумма для компании. Понятно, что стараемся как-то взыскать задолженность, но пока это очень слабо, плохо получается. Далее перешли к обсуждению основной темы форума, который стал вопрос о создании структурного подразделения Ассоциации советов председателей многоквартирных домов в городе. Подробнее о работе этой структуры рассказал заместитель председателя координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Андрей Обысов. Работа по созданию советов многоквартирных домов в Московской области была активизирована в 2015 году по инициативе Главного управления социальных коммуникаций Московской области. 15 декабря 2015 года в Подмосковье прошел первый областной форум председателей советов домов. В мае 2016 года власти области обязали создать такие советы во всех домах, в каждом муниципалитете. Правительство Подмосковье во главе с губернатором добивается повышения роли общественников важнейших вопросов управления домами. Что это дает? Первое, это объединение заинтересованных лиц, жилищных активистов, председателей советов домов по вопросам конкретно жилищно-коммунального хозяйства в одном городе, на территории. Это не где-то там, да, ассоциация в Москве, а это уже в городском округе, по определенному адресу. У многих отделений у нас, администрации, пошли, как говорится, дальше, чем просто взаимодействие. Выделили помещение, вот, даже установили и компьютеры, и телефонную связь, вот, что помогает общаться с жителями. И через этот канал главы этих муниципальных образований осуществляют прямое взаимодействие с представителями жителей на местах, которые непосредственно лучше всех знают, какая обстановка на земле, вот, знают все эти проблемы. В результате было принято решение о необходимости создания данной структуры в Электрогорске. В дальнейшем планируют проводить встречи со всеми представителями для разъяснения вопросов и определения действий. Продолжение следует...